Приветствуем силачей Старой Школы и всех случайных гостей, посетителей. Последнее время в группе очень часто возникает вопрос, кто такой настоящий силач Старой Школы. И мы тоже задумались об этом. И в принципе мы пришли к определенному такому концепсусу, что силач Старой Школы это функциональный, разносторонний и развитый атлет. Также многие недовольны, ну не то чтобы недовольны, но высказываются по поводу того, что многие ребята покупают фирменный кулон от силачей Старой Школы, одевают его, ну и типа как к озеру ходят, а сами ничего из себя не представляют. А я сейчас говорю вот об этой вот чудесной вещице. И специально для вас, дорогие друзья, мы разработали специальную сертификацию, специальный комплекс, который будет определять собственно, что такое настоящий силач Старой Школы. Любой, кто его выполнит, будет достоин носить этот кулон и даже более того, этот кулон мы ему подарим, ну грубо говоря, за свой счет. Ему останется оплатить только доставку. Также имя силача Старой Школы будет нанесено на сайт, в почетную таблицу и, ну естественно, к нему, наверное, все в группе будут обращаться почетный силач Старой Школы, там все дела. Ну в общем, этот человек сможет ходить по улице, выпендриваться, крутить, короче, кулон на пальце, в общем там соплякам указывать их место. В общем, кто там только там залетел в группу, там двухсотку пополам согнул, сможет там сказать, слышно, ну иди сначала сертифицируйся, а потом пальцы гни. В общем, ну ладно, это лирика, сейчас Александр, я передам слово Александру и он расскажет, что нужно сделать силачу в категории до 80 килограмм. Ну что ж, так уж получилось, что я в категорию попал до 80 килограмм и, собственно, расскажу, что нужно будет сделать. Первый подвиг, который вам надо будет совершить, это сделать швунг любой рукой, на выбор левой или правой, 32 плюс 24 килограмма в одной руке. Ну, итого 56 килограмм. Идем дальше, берем гвозди двухсотки и вяжем их без упора. Делаем узел сотского с минимальной защитой, то есть просто прикладываем тряпочки там, либо пац, либо просто скинь полотенце. Кордура. Делаем без упора узел на вытянутых руках. Идем дальше, берем опять же гвоздь 200 миллиметров и делаем из него сердечко. Опять же, все это мы делаем без обмотки, делаем на вытянутых руках без упора. Ну, как вытянутых? Ну, понятно, понятно. Без упора никуда не упираем в тело, просто прикладываем паццы. Переходим к гирям, это у нас уже четвертый подвиг. Берем гирю 2,4 килограмма и жмем ее на попа на 5 раз, с каждой рукой. После этого у нас идет рывок одной рукой, 50 килограмм. Мы рвем, в принципе, без разницы, либо гирю, либо штангу, либо, без разницы чего. Правильно? Все верно. А какой рукой? Какой удобной. В данном случае не важно, да? В данном случае, да, не важно. У меня, допустим, это правая рука. Ясно. Так, дальше мы идем на наш сайт, покупаем бронзовый пруток, ждем его по почте себе домой и сгибаем его реверсом. Опять же, это мы делаем, все, кто знает, как делается, как гнутся прутки реверсом. Берем пруточек и надгибаем его, потом сгибаем пополам, опять же, без упора. То есть, это тоже в одинарной защите? Да. Просто обматываем пацами и фигачим, собственно, без всяких там нежностей и прочего. Ясненько. Дальше мы опять же идем на сайт, заходим в раздел прутков для сгибания с упором, покупаем зеленый пруточек и сгибаем его на видео. Делаем это в одинарной защите, сгибаем об колено. Ну, в общем, все по правилам сертификации от силачей старой школы. Ну, там можно двойную защиту. Зеленый пруток, он не настолько в нормальной средине, он не настолько тяжелый, чтобы его мотать там в шубу. Ну, ладно. Делаем это в одинарной защите, в пацах. Короче, Капралыч говорит, в одинарной гнем в одинарной. Ты его вообще голыми руками не получил? Ну, я же, это я. Так, ну что, идем дальше. Опять возвращаемся либо к гирям, либо берем штангу, нагружаем ее весом 40 килограмм и выполняем турецкий подъем. Все знают, что такое турецкий подъем, но я на всех случаях покажу. Снимаешь? Угу. Я зафокусировку не ручаюсь, это все-таки немый конек. Ну, допустим, в гире 24 килограмма. Так. То есть мы ложимся вниз. Припарковался такой, отдохнул. Он так же встает. Так. Хорошо. Сколько килограмм? 40. Ясно. Не важно, да, какой рукой? Опять же делаем рукой, которая удобна. Лидирующей, понятненько. Либо левый, либо правый. Кому как удобно. Угу. Что ж, идем дальше. Опять же, возвращаемся к гирям. Берем две гири по 16 килограмм. И выполняем крест фиксации. Ох, зафиксировал-то как. А что хусь тепла? Ну так, слабенькая фиксация была. Это что, вызов что ли? Ну ладно, давай. Короче, фиксацию чуть лучше, чем мы сани делаем. Берем две гири по 16 килограмм. И потом их фиксируем. О-о-о. Вот нормально. Я скажу, что я их держу вставами, а не мышцами. Да, братан, уже все кончили. Так, ну что, идем дальше. У нас уже на очередь 10 подвиг. Подходим к концу, да? Берем мы гирю 32 килограмма и приседаем на вытянутой руке. То есть вот у нас гиря. Сейчас я отойду, чтобы ты влез. Оп. Делаем по 10 приседаний на каждой руке. Ого. Итого 20, да? Да. Да, это не обязательно показывать, в принципе. Ну куда ты сейчас надорвешься? Любитель, короче, пощемит. То есть мы садимся и встаем. Так 10 раз на каждую руку. Да. Можно взять гирю 32 килограмма, можно 2-6 кг, в принципе. Это, я думаю, у кого как... О-о-о, а гантель. Можно гантель. Без разницы, главное, чтобы было 32 килограмма. Хорошо. Опять же потом возвращаемся к гирю. Ты от них и не отходи. Ну я к тебе подхожу весь. Берем гирю, выполняем пистолетик на каждой ноге по 5 повторений. Вот так как. Оп. Оп. То есть опять же, когда встаем, не дядя на там ногу какой-нибудь проводить, что-то элегантно делать. Главное, чтобы вторая нога не касалась пола. То есть мы не делаем оп, сели, и там потом вот так вот непонятно встали, чуть не упали. Короче, чётенько встаем, да? Чётенько встаем, чётенько делаем. Вес какой? Вес 16 килограмм, делаем по 5 повторений на каждой ноге. 5 повторений. Так, ну что, у нас последний подвиг, 12. Пополняется он с гирями 2-4 килограмма. То есть мы берём гирю, садимся на стул. Так. И жмём на 10 повторений каждой рукой. Так, это, короче, табуретка должна быть, да? Без спинки, я полагаю. Да, без спинки. То есть мы садимся на... Не упираемся там, садимся на табуретку. Садимся на тахту. На тахте, короче... Ну что угодно. Кого нет, короче, стулса, делай только так. Предпочтительно на тахту, чтобы спинки не было. Вот. Ну, собственно, я перечислил 12 подвигов в категории до 80 килограмм. Сейчас передаю слово Виктору Блугу. Он расскажет вам про 12 подвигов в категории свыше 80 килограмм. Давай. Поехали, да? Ну да. Ну, в общем, так уж получилось, что я свыше 80 килограмм такой. Весит себя красивый, плотный такой. Вообще немножко будет до 80. Мышечный такой вообще нормальный. В общем, у меня категория свыше 80. Соответственно, все, кто больше 80, идут в категорию свыше 80. Неважно, 90, 100, 150. Я не знаю, есть у нас такие дядьки в группе. В общем, также 12 подвигов. Они мало чем отличаются от категории до 80. За исключением чуть большего веса, возможно, и немножечко усиленной сложности. Первый подвиг – это швунг зрелости. Две гири по 32 килограмма одной рукой. Того 64 килограмма. Неважно, будете вы делать левой рукой или правой. Главное это сделать. Можете сделать двумя истов, вам хочется. Второй рукой не помогаем. То есть это швунг. Неважно, жимовой, толчковый. Главное, чтобы это был швунг с яркой фиксацией. Четкой фиксацией. Четкая вообще фиксация. Можете ногу оторвать, если хотите. Опустили. Все, швунг выполнен. Второй подвиг – это узел соцкого без упора. Гвозди 200 миллиметров. Делаем в минимальной защите, никуда не упирая. Шах-шах-шах, завязали. Узел четенький, не должен разваливаться. Аккуратненький, все. Третий подвиг – это сердце 200 миллиметров без упора. То есть мы также делаем его в минимальной защите, без обмотки. Прихватываем пацами. Шах-шах-шах-шах. Согнули сердце. Нормальное. Кстати, оно не должно быть инфарктное. Оно должно быть нормальное. Пусть оно не будет идеально красивое. Чтобы все понимали, что это сердце. Да, но не должно быть похоже так, как будто его съели и высрали. Дальше. Четвертый подвиг – это гиря 32 килограмма. Пять раз каждой рукой. То есть вы берете и жмете ее на попа. На попа все понимают. Вверху попочкой. Берем ее и жмем. В принципе, ничего страшного, если вы будете немножко помогать ногами. Главное, чтобы была ярко выраженная фиксация. Ярко выраженное опускание назад. Если вы подняли ее пять раз, на пятый раз вы ее опускаете, она у вас падает, как хер дедушке. Мы это не принимаем. Все должно быть красиво и филигранно. Пятый подвиг – это рывок 50 килограмм. В данном случае каждой рукой. То есть и левой, и правой. Неважно, какой это снаряд. Может быть, это гиря, может быть, это штанга, может быть, гантель. Возможно, кто-то вырвет, блин, 50 килограмм. Возможно, кто-то вырвет свою девушку за ногу. Тоже будет здорово. Но яркая фиксация, четкая. Рывок каждой рукой. Следующий коммерческий подвиг – это опрокидывание бронзового прутка реверсом в одинарной защите. Где взять бронзовый пруток, вы знаете. Можете спросить у нас, если не знаете. Седьмой подвиг – это опрокидывание желтого атлетического прута с упором. То есть его можно опрокинуть в двойной защите, если вам удобно. Но он должен быть опрокинут по правилам сертификации силачей старой школы. С этими правилами вы можете ознакомиться в группе сертификаций. Ну, или у нас, или у Сёка Пралова, у меня. Следующий, восьмой подвиг – это турецкий подъем с 50 килограммами. Опять же, неважно, какой это снаряд. Это может быть гиря, это может быть штанга, это может быть девушка. Но взвешенная на видео, так же, как и любой снаряд из вообще сертификации на силача. Все должно быть взвешено. Девушка должна быть не меньше 50 килограмм, она может быть больше. Можете сделать с ней, если вам так хочется, или если у вас нет другого снаряда. Турецкий подъем выполняется, я не помню, говорил или нет. Либо левой, либо правой рукой, неважно. Как удобно. Как удобно, да. Следующий, девятый подвиг – это крест с гирями по 16 килограмм. Но вам нужно не просто развести их в стороны, вам нужно будет их еще и поднять. Давайте, в принципе, я покажу. Давай, это некоторые не поймут, что ты имеешь в виду. Будем это потом еще на видео все дублировать. Но чтобы вы уже понимали просто, что делать. То есть вы берете, в горизонталь вывели, собрали. Сейчас. Телами вниз. Итак, пять повторений. Да. Так мы делаем пять повторений, все верно. Гиришь 16 килограмм. Так, следующий. Следующий у нас подвиг. Десятый – это присед на вытянутой руке с весом 40 килограмм. То есть вы берете вес, неважно какой, опять же, главное, чтобы это было 40 килограмм, они должны быть взвешены. Неважно, какой это будет снаряд, в общем, гиря, штанга, гантеля, все что угодно. Берете и на вытянутой руке приседаете 10 раз на каждую, на каждую руку. А вот 20 по старению. Вес 40 килограмм. Это могут быть гири 2,4 плюс 16? Это могут быть гири 24 плюс 16. Я не знаю, возможно, это могут быть блины вот так вот на ладони 20 плюс 20. Все что угодно. Неважно, короче. Любой вес. Возможно, мешок с картошкой. Если он будет взвешенный, равняться 40 килограмм, но очень здорово. Следующий у нас идет пистолетик. Пистолетик у нас с гири 24 килограмма на три раза. То есть мы берем 24 килограмма. Я не знаю, сделаю я сейчас или нет. Так. Вот так вот четенько. На три раза каждой ножкой. Того 6 повторений. И 12 подвиг. Последний. Это жим гири 32 килограмма. Сидя на тахте. На 10 раз каждой рукой. То есть вы берете, Садитесь на тахту без спинки. Можно поставить блины, я думаю, просто. Что угодно можете поставить. Главное, чтобы вы не облокачивались. И это был нормальный четкий жим. 10 повторений каждой рукой. С фиксацией, с полностью выпрямленной рукой. Можете взять две гири по 16. Получится 32, в принципе, те же. Можете взять гирю 32. У кого дефицит с гирями, Сделайте. С гантелью или со штангой. В принципе, Главное, чтобы на попа жалось гиря. То есть вы берете И вот так вот жмем. В смысле на попа жалось? Ну, если... Ну, вот у нас есть подвиг. Гиря 32 килограмма. На попа пять раз каждой рукой. Это обязательно должна быть гиря. В других, в принципе, подвигах Допускается любой другой вес, Равный тому же весу, Заявленным в сертификации. В принципе, это были 12 подвигов На силача свыше 80 килограмм. Мы снимем видео, Как это должно все выглядеть. Александр сертифицируется На свою категорию. Я сертифицируюсь на свою. Мы там еще более подробно Ознакомимся с правилами. Я вам их расскажу. Мы напишем правила в группе. В принципе, на вопросы ваши ответим. И можно будет приступать. Я напомню, что Успешно сертифицирующимся Мы дарим кулон. Большой кулон от силачей Старой школы на выбор. Старой или латуньевый. И вносим его имя В список силачей на сайте. Все. Все, пока что. Готовимся, ребят. И ждем новостей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...